Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о таком модном, популярном способе повышения плодородия почвы, сохранения влаги в почве, улучшения жизни почвенных организмов, макро- и микроорганизмов, червей там всевозможных и так далее, микрофлоры почвенные, как мульчирование травой. И отдельно немножко остановимся на горячем мульчировании. Газоны в моде, газоны популярные, их стригут еженедельно, поэтому вот этой вот стриженной травы может оказаться достаточно много. Растилая ее слоем определенным, мы создаем весьма благоприятные условия для развития растений. Все то, что дает нам мульчирование, все это обеспечивается вот такой вот зеленой травой или сеном, в зависимости от того, как долго оно полежало на газоне, ну или там, где его косили. Однако же на пути мульчирования с помощью травы есть несколько нюансов, о которых мне хочется вам напомнить. Во-первых, когда мы мульчируем травой, мы должны обязательно быть уверенными, что при выращивании газона, это в основном касается газонов, не использовались гербицидные препараты, которые могут оставаться в траве и которые впоследствии могут нанести значительный урон томатам, перцам, баклажанам и другим растениям, огурцу, конечно же, которые мы выращиваем с использованием вот такого вот мульчирования. Я бы сказал так, для того, чтобы не гадать на кофейной гуще, какие препараты использовались или нет, если вы используете гербицидные препараты, любые, вот просто любые, в этом случае вы ставьте крест на том, чтобы использовать траву, которая подвергалась обработкам гербицидами в качестве мульчирующего материала. Второй нюанс, о котором я хочу сказать, это несвоевременно срезанный газон. Если газон был срезан несвоевременно, а несвоевременно, это означает, что травы зацвели или сорные растения в газоне зацвели. Это означает, что те колоски, ну скажем, трав, которые были срезаны, злаковых трав, и они попали в сено, они с легкостью могут дозариваться в этом сене и могут давать полноценные семена, которые вместе с этой мульчой будут попадать к вам на участок выращивания овощных растений и в значительной мере способствовать засорению этого участка. Ну, конечно, кто-то скажет, что мы постоянно мульчируем, поэтому шанса пробиться этим травам, семенам, сорнякам, они же сорняки будут теплиться, это же не газонные травы, сорняки будут, никакого нет. Ну, хорошо, если так, если слой мульчи в какой-то год окажется недостаточным, то этот банк семян, который там накопился за много-много лет, он может просто-напросто прорасти и создать вам достаточно мучительные условия с прополкой. Ну, и в том числе это касается открытого грунта, где имеется ротация культур, где мульчирование не применяется ежегодно. Поэтому старайтесь использовать только то сено и ту траву, которая хотя бы относительной степени свободна от семян сорняков. Еще одна опасность, которая есть, это принести вместе с травой различных вредителей. Тли, цикадки, трипсы и многие другие вредители замечательно сохраняются в траве, особенно в свежей траве, в гораздо меньшей степени в сене, но тли погибают, в сене цикадки покидают сено. Поэтому в этом смысле мульчирование свежей травой является гораздо более опасным. Клеща можно принести, да что угодно, нежели чем мульчирование высушенным сеном. Поэтому сену в данном случае стоит отдать предпочтение. То же самое касается и болезней. Несмотря на то, что между овощными растениями и растениями, которые обитают в газоне, общих болезней не так уж много, однако фузариоз, мучнистая роса и другие болезни не самые приятные. Вот мульча вот эта может стать источником подобного рода заболеваний. Однако для этого имеются легкие пути преодоления вот этой опасности. А именно пролив вот этой вот самой мульчи с помощью препаратов сенной палочки, либо триходермы. Выбирайте, что вам больше нравится. Триходерма будет способствовать аэробному активному разложению этой мульчи, минерализации и возврату азота в почву. Поэтому слишком активное увлечение мульчированием, особенно свежей травой, будет способствовать за нетрачивание ваших овощей. Поэтому во второй половине вегетации томатов и огурцов не стоит слишком сильно увлекаться подобного рода мульчированием с ускоренным разложением вот этой самой мульчи. Но обычно к середине лета накапливается уже некоторый слой вот этой травы, поэтому можно не опасаться, что какие-то патогены перейдут через этот слой старой мульчи, в которой уже количество триходермы или свиной палочки значительно. И она не позволит проникнуть этим патогенам внутрь почвы и провести заражение тем же фузариозом, например, через корни. Притом остается риск передачи этих инфекций сверху, поэтому все-таки стоит каждый раз, когда вы мульчу используете, обрабатывать ее сверху триходермой или сенной палочкой. Многие делают очень мощное мульчирование, добиваясь того, что микробный процесс разложения там начинает идти очень-очень активно, и вы получаете так называемую горячую мульчу. За горячую мульчу отвечают преимущественно гнилостные бактерии, не бродильные, а именно гнилостные, которые разлагают белки, содержащиеся в траве и другие азотистые вещества, очень активно разлагают, минерализуют азот, возвращая его в почву. Поэтому я настоятельно рекомендую такое мульчирование, горячее мульчирование плотным слоем в первой половине вегетации растений, когда они нуждаются в азоте очень сильно, и категорически не рекомендую горячее мульчирование во второй половине вегетации, когда может происходить из-за этого, за нетрачивание овощей. Просто выкладывайте сухую или влажную траву без вот этой стимуляции, ну поэтому сухая трава предпочтительна, без стимуляции вот этого очень быстрого разложения. Многие считают, что в такой траве при горячем разложении развивается сенная палочка, которая является естественным защитником от болезней, которые родятся из почвы. Однако это совсем не так. Никакая сенная палочка в этой горячей мульче с защитными свойствами наподобие там фитоспорина, бактагена, бактофита, гомаира, аллерина или других препаратов не образуется. Не буду вдаваться в подробности и рассказывать почему, но уж просто мне поверьте. Что ж, вот такие простые, казалось бы, советы, которые помогут вам использовать этот прекрасный природный ресурс для мульчирования безопасно. Не используйте траву, обработанную гербицидами любыми, не используйте траву, у которой есть признаки созревания семян сорных растений, не используйте эту мульчу без обработки ее триходермы или препаратами сенной палочки, потому что риски переноса заболеваний могут быть достаточно большими. Не используйте горячую мульчу во второй половине вегетации и активно используйте горячую мульчу в первой половине вегетации, ведь она может в полной мере заменить вам зеленое удобрение, которое многие так не любят из-за его зверского запаха. Как избежать этого запаха, новые рецепты зеленого удобрения обязательно смотрите в наших новых выпусках. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч!